МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Московском парке «Сокольники» начал свою работу фестиваль волшебных китайских фонарей. Островок Поднебесный расположился на 8 гектарах парка. Более 40 светящихся инсталляций разных форм, размеров и цветов собраны и раскрашены вручную. Здесь можно увидеть гигантские пионы, экзотических животных, императорский дворец и, конечно, дракона. Рядом с символами восточной культуры можно отыскать и русские мотивы. Матрёшки, новогодняя ёлка и даже герои пушкинских сказок, как дань уважения дружественному народу. Этот фестиваль особенно, кстати, хороший ещё и потому, что он проводится в этот год, год 70-летия установления дипломатического отношения между Китами и Россией. Мы хотим, чтобы наш самый большой друг, самый дружеский народ для Китая, российский народ, тоже имел возможность наслаждаться этими хорошими вещами. И поэтому принесли этот самый фестиваль. Одной из самых зрелищных традиций уже более двух тысяч лет. В Китае сразу после Нового года начинается другой весёлый и торжественный праздник – праздник фонарей Дэнзе. По традиции, каждая семья делает свои фонарики и зажигает их около дома. Они отражают стремление к счастливой жизни и радуют глаз. А после наступления темноты они особенно прекрасны. С развитием технологий конструкция фонарей усложнялась, а масштабы росли. По словам исполнительного продюсера Сергея Нитиевского, атмосфера фестиваля восхитит и детей, и взрослых. Я скажу, что я взрослый, я сюда каждый день хожу и нахожу что-то новое. Это настолько новый экспириенс, замечательные фотографии, просто не перефотографироваться. Единственное, что нужно иметь там хороший фотографий, чтобы брал и лицо, и ещё и задний план. И поэтому это потрясающая фотография, это воспоминания на всю жизнь. Поэтому он будет и всем возрастам интересен этот фестиваль. Помимо световых экспозиций погрузиться в культуру Поднебесной гостям помогут живые выступления китайских артистов, акробатов, музыкантов и танцовщиков в традиционных костюмах. А знакомство с национальной кухней лучше начать с лапши или булочек, приготовленных на пару. Пирожки с разнообразной начинкой популярны и в других частях Азии. У тюркских народов это манты, у мотголов и бурят – бузы, во Вьетнаме – баньбао, а в Китае они называются бао-дзы. Булочки у нас с овощами, с курицей, с говядиной, приготовленные на пару. Традиционные китайские булочки. Всемирно известное шоу приехало в Москву впервые. С 2005 года фестиваль побывал более чем в 50 странах. Наконец добрался до российской столицы и останется здесь на три месяца. Ксения Антипова, Иван Степанюк, Константин Матвеев. Новости Большой Азии. В специальном административном районе КНР Макао запущен в эксплуатацию новый, легкий, полностью автоматизированный воздушный поезд. Железнодорожное полотно проходит высоко над улицами. В каждом составе по два вагона. Расширение транспортной инфраструктуры связало морской вокзал, железнодорожную станцию и воздушную гавань. В день торжественной церемонии открытия новой линии многие жители пытались попасть на первый поезд, чтобы навсегда запомнить этот момент. Я очень рад, что проехался на первом поезде после запуска трассы. Надеюсь, что Макао и дальше будет успешно развиваться всем нам на радость. Новые транспортные средства особо удобны для тех, кто раньше использовал автобусные сообщения, теряя драгоценное время в бесконечных автомобильных пробках, неизбежных в мегаполисе. Лидер КНДР Ким Чен Ын возглавил церемонию торжественной инаугурации нового города Самджи Йон, расположенного поблизости от священной для всех корейцев горы Пэк Тусан. Считается, что семья национального лидера КНДР произошла именно из этого края. Город рассчитан на постоянное проживание около 4000 семей. Он призван стать новым туристическим центром КНДР. В черте нового поселения построена горнолыжная станция. Помимо жилых домов было возведено 380 зданий различного назначения. Считается, что эта стройка – одно из самых масштабных начинаний северокорейского лидера, желающего создать образцовое социалистическое муниципальное хозяйство в качестве модели для подражания. В городе имеется свой собственный аэропорт, которому даже присвоены международные позывные. В церемонии разрезания ленточки была отмечена фейерверком и запуском воздушных шаров с государственной символикой КНДР. На северо-западе Китайской Народной Республики, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, неподалеку от города Хами, археологи обнаружили ряд древних захоронений, относящихся к эпохе династии Тан, приблизительно 618-907 годы до н.э. Всего удалось открыть 62 могилы, хотя их общее число, скорее всего, превышает сотню. Мы уже находили в Синьцзяне захоронение эпох Тан и Сон. И хотя в Турпане и были обнаружены могилы, относящиеся к династии Тан и Суй, однако ни одно из них мы до сих пор не находили в Хами. Открытие заполнило пробел в знаниях археологов. Помимо останков были найдены многочисленные предметы домашней утвери, серебряные монеты, которые вкладывали мертвым в рот и клали на руки, бронзовые зеркала и глиняную посуду. Поблизости от древнего кладбища были раскопаны остатки фундаментов храма, склада и наблюдательной башни. Все они относятся к началу бронзового века, то есть были возведены около 3,5-4 тысяч лет назад. Археологи сообщили, что недавно обнаружили еще и предметы домашнего обихода 4000-летней давности.